Всем привет! Я Оксана и вы на канале Вороний Лайф. Пришла у меня посылка с заказами. Это по седьмому каталогу. Давайте мы откроем и посмотрим. Вот так вот проложено специально, чтобы ничего не прыгало, не летало, не разбилось. В общем, вот весь наш заказ по седьмому каталогу. Каталог вот так выглядит. Очень красивый, нарядный, как обычно. Поставим его вот сюда. Подружка заказала у меня вот такой лосьон для тела с ароматом банана. Объем 750 миллилитров. Слушайте, цена 245 рублей. Он прям такой большой, весистый. Причем, смотрите, сразу хочу предупредить заранее. Я открываю продукты. Открываю продукты тех, кого я знаю и кто мне позволил это сделать. Многие меня смотрят на ютубе, кто Avon заказывает. Они все это видят прекрасно. Но в любом случае, даже если бы они не видели, я с разрешения открываю. А если это моя близкая подружка, они не позволяют пробовать это все, если я не знаю. Поэтому я хочу сказать сразу, что я его открыла, понюхала. Вот здесь вот открыла. На мой взгляд, он пахнет не бананом, а бананом может быть с ванилью. В общем, вот я вот так открыла. Причем помазала руки. Девчонки, очень хорошо увлажняет. Прям очень. У меня очень сухие руки. Очень хорошо увлажняет. Прямо я рекомендую. Вот если бы я знала, что он будет прям вот такой хороший, я... Ну, крем можно заказать. Ну, в общем, в любом случае, мне очень понравился. Мне запах банана не очень нравится. Практически не нравится, потому что сильно сладко. А здесь оно сладенько, но, я говорю, еще и с ванилькой, как-то чисто вот бананом не пахнет. Гель для душа для мужчин. Два в одном. Запах приятный, морской такой. Но после вот того лосьона, мне не особо понятно. Но я его узнаю, я знаю, что он достаточно приятно пахнет. Вот такой гель для душа поцелуя солнца с ароматом грейпфрута и абрикоса. Пахнет приятно. И грейпфрут отдает грейпфрутом, и абрикосом отдает. Ну, прям мне понравился. Я до этого такой не нюхла. Очищающее средство для женской интимной гигиены с ароматом хлопка. Ой, девочки, свежесть хлопка. В общем, в любом случае, средства такие хорошие, у меня зеленые есть. И причем уже достаточно давно оно у меня. Ну, я как бы им пользуюсь. В общем, 300 мл объем. Очень нежная, очень мягкая. Я единственное, что думаю, что все они одинаковые. Просто немножечко запах отличается. А так я думаю, что все одно и то же. Вот такой лосьон для тела из серии Инканто. Запах очень приятный. Та же девушка заказала вот такое масло, уже голубенькое. И вот если отталкиваться между этих двух, мне больше нравится голубая серия. Как-то розовый он более послаще, а голубенький он понежнее. Ну, хотя и розовый пахнет тоже хорошо. Я уже как бы про это когда-то говорила. У меня есть пробники вот этих лосьонов. То есть, очень хорошие. Вот такое очищающее средство. Все в одном. Говорят, хорошее. Вот кто его заказывает уже не первый раз. Но единственное, что я не могу сказать. Девчонки, напишите, кто пробовал. Что оно вообще делает. Мне кажется, оно просто умывает и все. Сушит, не сушит. Вот расскажите, кто пробовал. Кто пробовал. Вот очень мелко написано. Там, где камера. Ничего не могу про него сказать. В любом случае, мне интересно, как оно работает. Вот такой вот крем без масел. Матирующий увлажняющий крем для лица. С экстрактом гамма-мелиса и эвкалипта. Сокращение пор и блеска. Смотрите, SPF 15. Вообще здорово. Просто много каких-то кремов, в которых нет SPF 15. Как раз сейчас весна. Прямо очень актуально. В общем, вот такое вот средство. Сколько крем точнее. Объем здесь. Вот оно вот так я вынула из упаковки. Объем 75 мл. Девочки, как пахнет, не могу сказать. Пытаюсь понюхать, но вот этот лосьон перебивает весь запах. Не могу сказать, как пахнет. Ну, я так думаю, что... Чего тут? Гамма-мелисом и эвкалиптом. Наверное, что-то мятное. Правильно я думаю? Или неправильно? Вот такой спрей с примитивным ароматом ежевики и ванили. Открывать не буду, потому что точно не пойму, как пахнет. Но это заказала подружка. Она вообще любит такие белье постельное, прыскает. И где только не брызгает им. Прыскает, брызгает. Вот такой крем для рук с кокосом. Говорят, что он очень хороший. Вот у меня закончится крем для рук. Я обязательно тоже попробую. Напишите, девочки, для очень сухой кожи рук. У меня очень сухая кожа рук, потому что всё время в воде, там всё такое. Поэтому вот. Ещё вот такой крем. Тоже из этой же серии с бананом. Я влюбилась в него. Слушайте. Не знаю, вот этот для очень сухой кожи. Здесь написано, что для всех типов кожи. Но он реально очень увлажняет. Девочки, простите меня. Очень увлажняет. Так что рекомендую. Восстанавливающий крем для потрескавшейся кожи стоп. Мне такой присылали в подарок за 15 рублей. У меня вот знакомая заказала. Я ещё не пробовала. Ничего не могу сказать. Жду, когда кожа потрескается. Румяна. Эйвентрю. Колор. Слушайте, как я по-английски заговорила. Сейчас я очень аккуратно попробую открыть и посмотреть. В любом случае, знаете, что мне написала девушка тут одна? Кто-то возмущается, что я открываю, да? Вот смотрите, кстати. Я не открывала. Смотрите. Я не знаю, видно, не видно. Они заляпанные. То есть я бы вытерла по-любому. Девчонки, оно не вытирается. Представляете? Потёрла, потёрла уже прям как только не тёрла. Оно не вытирается. Я надеюсь, что она не в подарок взяла себе. В любом случае, сейчас аккуратненько попробую посмотреть. В общем, вот такие вот румяшки. Вот. Так я что говорю? Что многие возмущаются, что я открываю. А другая девушка написала, что вы должны открывать и смотреть, всё ли в порядке. Вот, кстати, на самом деле, вот насчёт румян, я сейчас подумала, они же могут треснуть, да, рассыпаться. Как бы, ну, я не знаю, правильно это или неправильно. Но, в общем, в любом случае, я их уже открыла. Она же заказала тени люкс. Она вообще всю продукцию люкс знает. Там пудру, помаду, тушь. Кстати, тушь моя самая любимая люкс. Буду говорить, повторяла, повторяю, буду повторять. Она у меня уже подсыхает. Надо будет вытащить двойное дно. И, я не знаю, сейчас, конечно, тоже попробую открыть. Мы же в любом случае ничего не делаем. Но они же не бюджетные. Я должна убедиться, что они в порядке. Вот, неправильно держу. Вообще, да? Блестит. Так, как тут открывать? Девчонки, пока открывала, чуть не вспотела. В общем, очень туго открываются. Всё в порядке. Такое ощущение, что, короче говоря, зря открывала. Вот, смотрите, какие. Куда так? Вот такие вот тени. Сейчас, подождите, по-другому покажу. Чтобы на свет было. Вот такие тени. Упс. Так, надо вытереть. В общем, приятные. Слушайте, они не пахнут. Я понюхала. Ну, опять же, это перебивается банан. Они вроде бы как не пахнут. Она же заказала вот такую помаду. Вот такая вот. Ну, открывать я её не буду. Она в упаковке. Девочки, у меня заказали 5 штук вот таких помад. Они все разные. Если две берёшь... Ну, одна девушка заказала одну, а другая заказала по две. Если две берёшь, то они по 190 рублей получаются. В общем, ну, видимо, хорошая помада. Я, если честно, не знаю их. Тоже напишите, пожалуйста, как они мягкие, весомые, невесомые. Потому что мне вот очень интересно, как они себя ведут. В общем, вот помадки. Заказали у меня карандаш для глаз. Толстый. Помните, в прошлом видео я говорила, ну, кто меня смотрел, что... Ну, сейчас я его открою и покажу. Девушка ждала месяца 4 его. И он появился. И, короче говоря, мне уже остался один день сделать заказ. Она меня просит, скажи ещё один. Видимо, ей очень понравился. Представляете, как он пришёл? То есть, это не я сделала. Я вот открываю ножом. Ну, как бы нет смысла, да, мне портить всё это дело. Сейчас мы с вами посмотрим. И меня девушка одна, или даже две спросили. Код этого карандаша. Да, девчонки, у меня на работе был заказ, и каталог у меня с собой ничего не было, я не могла сказать. Сейчас я скажу. Цвет точно такой же. Так, вот. Я вам вообще куда показываю-то? Соответствует вот этот цвет, вот этому цвету. Уж не знаю, как он будет, когда рисует. Так, девочки, код этого карандаша 66334. Дымчатый минерал. В том каталоге он стоил, по-моему, 260 рублей, в этом уже 280. На 91-й страничке. Подружка заказала у меня консилер. Я, по идее, могу его открыть, он запечатан. Ну, девчонки, делать этого не буду, это уже получается, как бы, ну, не очень хорошо, да. Ну, от того, что я его открою, ничего не изменится. Вот его цвет. Видно? Вот, как бы, вот такой. Открою я и не буду все равно пользоваться. Они на лицо наносят это все. Не надо. Все равно я в любом случае не пойму на руке, что он даст. Вот такую вот смазку за маску, как она называется. Карандаш от натирания кожи ступней. Вот такой карандашик заказали у меня. Тоже, ну, девушка заказала. Сейчас я еще, она и тушь заказала, мы ее откроем, потому что я такую тушь ни разу не видела. Я ее вчера лично видела, даже не звонила, спросила, можно или нельзя. Так что и она смотрит мое видео. Так, вот такой карандаш, он как клей. Понятно сделан, да? То есть, вот он выкручивается. По-моему, никакого запаха не имеет. По-моему, потому что, ну, вот, насколько я поняла, вот такой он, как бы, небольшой, но я думаю, что на сезон как раз его хватит. Ну, и он ненадолго, не каждый раз же им пользоваться. А объем у него, девчонки, не знаю, какой у него объем. В общем, она заказала тушь. Вот такая тушь. Видимо, у нее такая кисточка у этой туши. Черного цвета она заказала за 299 рублей. И вот в итоге эта тушь. И я сейчас хочу посмотреть кисточку. Представляете, у меня была одна ситуация, девушка одна пользуется Эван уже очень много лет. У нее, кроме Эван, никакой косметики нет. Я сейчас просто не помню, какую тушь она заказывала. И она даже уже не глядя, она знает все, что ей нужно. И она, короче говоря, заказала. И ей нужна кисточка, не толстая, а такая потоньше. Вот я вам просто на примере покажу. К примеру, ей нравится вот такая кисточка, и она уже знает, какая у нее тушь. И либо же, если той туши нет в каталоге, то она заказывает примерно с такой кисточкой. Девчонке пришла тушь вот примерно вот с такой кисточкой. Я говорю, ну, она мне вроде ты мне не то принесла. И когда я ей приношу, она открывает, сразу смотрит. Я говорю, в смысле не то, если ты заказывала, ну, как мы начали. Не то, что спор начался, я была уверена в себе, а она уверена в себе. И мы открываем каталог, и причем, я ей каталог принесла свежий, да, И мы открываем каталог, девчонки, и вот в одном каталоге кисточка нарисована, к примеру, у этой туши вот такая, а в другом нарисована к этой же туши вот такая. Артикул тот же, все тот же. Так что я не знаю, вот такая вот ситуация у нас была. Так, смотрим вот эту тушь. Марк, у меня есть фиолетовая такая тушь. Мне просто интересно, зеленая ли здесь кисточка. Кстати, девчонки, кисточка прикольная. Ну, мне, конечно, вообще без разницы, какие кисточки. Я вообще показываю вам, что-то видно, что я показываю. Мне, слушайте, она такая аккуратненькая, ну, я думаю, что вообще, у нее свои ресницы, кстати, очень большие. И она много наносит туши, ну, насколько мне кажется. Не знаю, понравится ей или нет. Но мне нравится, что я думаю, что реснички не будут слипаться, и они будут аккуратно прокрашиваться. Ну, мне так кажется, по крайней мере, хорошая кисточка такая. Тушь пахнет тушью. Тут даже, знаете, что написано? Я вот сейчас решила просто посчитать. Феноменального объема ресниц с одним движением, значит. Эксклюзивная силиконовая щеточка среднего размера. Синова... 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 Феномен захватывает тушь в специальные резервуары между щетинками и равномерно распределяет по всей длине. Ну, в принципе, написано интересно. Поэтому я у нее потом обязательно спрошу, что за тушь. Хотя, люкс мне больше нравится. И вот за эту тушь, то, что она ее заказала, ей полагалась вот такая вот туалетная водичка. Far Away Rebel. Не знаю, правильно я прочитала или неправильно, но у меня одна приятельница, она тоже Эйвон занимается. Оля, кстати, тебе привет. Она, по-моему, вот этот вот... Да, по-моему, его очень любит этот аромат. Очень ей нравится, она очень нахвалит. Но она сладкоежка. Сейчас понюхаем. Точнее, девочки, послушаем. Но мне почему-то нравится говорить «понюхаем». Не каждый, кстати, понимает, что послушаем. Это про это. Вот водичка вот эта. Подождите. Это вообще что? Это парфюмерная водичка. Девочки, знаете, какой у нее состав? Это восточно-цветочный аромат. Черно-смородиновый ликер, цветы апельсина и соленая карамель. В общем, вот как-то так. Но, что я хочу сказать. Пахнет она приятно. Ну, приятный аромат, да? Но она очень сладкая. Она очень сладкая. Единственное, ну, как бы... Я люблю сладенькие ароматы, но зимой. Сейчас на весну я бы однозначно нет. Когда еще будет жарко, мне бы не очень приятно было ее услышать. Ну, в общем, вот. Ну, на вкус и цвет товарищей нет. Да, приятно она пахнет. Но я свое мнение сказала по этому поводу. И, девочки, я для себя заказала еще один вот такой дезодорант. Дала все-таки этим дезодорантам второй шанс. Первый мне не понравился дезодорант. Я сейчас покажу его на картинке. Он у меня в ванной. Я уж не пойду туда. Знаете, что мне вообще в нем не нравится? То, что он очень жидкий и как сопли течет. Ну, намажешь, нужно ждать какое-то время, пока он не подсохнет. Ну, либо идти с сырыми подмышками. Это первое. А второе, когда его открываешь... Сейчас, кстати, забыла. Открыла. В прошлый раз я раскручивала все это дело и то еле сообразила. А, у меня не хватило ума и силы открыть. Ну, пахнет он приятно. Приятно. Типа здесь 72 часа защиты, девчонки, смотрите. Не знаю насчет 72. Верите в это или не верите? Я расскажу. У меня, я уже говорила, повышенное потоотделение. Пот не вонючий. Но в любом случае в сочетании с дезодорантами мне как бы сложно подобрать, потому что может пахнуть кислятиной. Ну, уж извините, что так открыто, да. Вот это типа... Сейчас я покажу, какой у меня был. Здесь что написано? Активная защита для женщин. Просто активная защита, да. А в этот раз я уже заказала вот этот вот красный. Здесь уже не активный, здесь суперактивный. Здесь защищает от стресса вот это выделение. Вот, ну, как бы нормально, да. А стрессы бывают в разных ситуациях. Но в любом случае, типа вот этот вот посильней, я так предполагаю, поэтому я его... Пахнет он приятно. Ну, нормально, как бы, не мой любимый запах, аромат там или что для дезодоранта, как это уместно. Но в любом случае нормально. Я попробую, я говорю, дам ему второй шанс. Я еще не сказала, в чем проблема-то. Вот смотрите, он очень жидкий, да, получается. И вот когда... Ну, так... Там как бы типа жвеобразный, но на самом деле жидкий. Я не знаю, видите? Он прям сразу сыро. Ну, а что ты хотела? Ну, слушайте, этот, кстати, быстрее вроде бы подсыхает. В общем, смотрите, вот когда попользуешься им, закроешь его, поставишь, а потом начинаешь пользоваться, открывать, с него все сыпется, потому что вот это все подсохло и все время сыпется. И надо открывать прямо непосредственно возле раковины, ну, чтобы вытряхнулось это все в раковину, слетело. Вот как бы минус. Минус то, что он жидкий, минус то, что стряхивать надо. То есть возьмешь куда-то там в сторону, буквально отойдешь, да, и все посыпалось. Хотя сыпется прямо так нехило. Вот, посмотрим. Если этот мне не понравится, больше я вам дезодоранты заказывать не буду. Смотрите, девочки, какой шикарный, шоколадный такой, страстный каталог. Такой прям приятный, да? Ничего не смотрела листать. А вот, кстати, сейчас смотрю. Жаба меня, наверное, задушит за 79 рублей. А хотя мне может он тоже... Не, не задушит. Я просто думала, что задушит. Просто здесь скидка будет минимальная. Ну, в любом случае, еще будет там 15% скидка. Не знаю. В общем, вот такой вот каталог. Нужно будет посмотреть, страстный. Все, девочки, вот такой был мой заказ. Если вам понравилось, можете поставить пальчик вверх. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока.